Илья Константинович родился в 1886 году на Новой Земле, становящей белушья губа в семье бедного охотника-поселенца Ханица-Вылки. При рождении будущий писатель и художник получил от отца имя Тыка, что на ненецком языке означает «олененок». И лишь позже священника крестил его христианским именем Илья. Большую часть жизни Илья Вылка провел на Новой Земле. Он свою историю показал в своих произведениях, картинах, конкретно, какая Новая Земля. А до него мы не знали, что она из себя представляет, такие картины хорошие. Хорошо зная этот архипелаг, он неоднократно принимал участие в полярных экспедициях известного мореплавателя Владимира Русанова. Илья Константинович был ближайшим другом Русанова и сопрождал его всех его экспедиций, которые он проводил на островах Серного Ледовитого океана. В течение 32 лет Илья Константинович был бессменным председателем Новоземельского островного совета. Люди называли его президентом Новой Земли. 30 лет назад от Иковылки узнал весь мир. Аркадий Кордон снял в Ненецком округе художественный фильм «Великий самоед», посвященный жизни этого удивительного человека. Доктор будет лечить вас. У нас не будет цинги. Пароход будет ходить к нам всегда. Будет возить моторы. Мотор работает, плывет карбас. Мотор работает, полярная ночь будет светло, как днем. А дети пойдут в школу, писать будут, знать будут. Весь фильм богатый о событиях истории от Иковылки, первого ненецкого художника, картографа, полярного исследователя, участника Второй мировой войны и представителя островного совета Новой Земли. Главную роль тогда сыграл Нурджуман Ихтымбаев. Те, кто участвовал в съемках, до сих пор помнят, как помогали жители Заполярной столицы известному режиссеру. Создание фильма явилось огромным событием тогда в жизни ненецкого округа. И если бы не помощь буквально всех людей, то вот такого фильма бы, наверное, не получилось. Потому что все стремились чем-то помочь. Стремились помочь авиаторы. Последние годы жизни Илья Вылка провел в Архангельске. После смерти он был похоронен на Вологодском кладбище. На Ринмаре установлен барельеф Тыковылки на здании историко-культурного музея-заповедника Пустозерск. Имя Тыковылки выдвинута в номинации «Политические, общественные и религиозные деятели современности» в интернет-конкурсе «Выдающиеся личности финно-угорского и самодийского народов». Проголосовать за него Вы можете на сайте чумотекоблокпост.ком, а также на сайте финноугор.ру. Наталья Ермакова, Светлана Артеева, Антон Водряков, Наринмар ТВ.